Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Интересно, но факт, что у некоторых гель-лак не держится и нескольких дней, а у других держится неделями. В чем секрет, почему так происходит? Давайте разбираться в этом видео. Поехали! Посмотрим на ногти. Этому покрытию 7 недель. Настолько сильно они отросли за это время. Конечно, необходимо выполнять коррекцию и делать это вовремя. Признаться, я даже была удивлена, когда пришла эта модель с покрытием 7-недельной носки, и у нее не было никаких трещин по точкам вроста или сломов ногтей. Когда я начала дальше расспрашивать, где она выполняла это покрытие, оказалось, что его делали в нашей школе в Москве ученики на базовом курсе. То есть, это люди, которые выполняли шестой маникюр в своей жизни. На самом деле, это удивительно. И, с другой стороны, мне очень гордо за наших учеников, что они могут выполнить такое безупречное покрытие. Но давайте с вами разбираться, почему же все-таки оно хорошо проносилось, а ногти не сломались. Ведь очень многие клиенты не могут ходить с покрытием гель-лак даже несколько недель, потому что он постоянно отслаивается, скалывается, либо ногти трескаются. Конечно, все зависит от типа ногтей. В нашем случае у модели ногти свои крепкие, хорошие, не так сильно скручиваются, не столь пластичные. По этой причине гель-лак и не отошел на свободном крае, и не скололся, и в целом отрос хорошо. Но есть и другой ряд клиентов, у которых ногти тонкие, перепиленные, после оторванного покрытия, красные, как тряпочки. Конечно, в таком случае никакое покрытие уже держаться хорошо не будет, и нужно отрастить эту поврежденную пластину, и затем уже выполнять покрытие. Ну, либо использовать различные ухищрения. Например, укрепление свободного края твердым материалом, акригелем, гелем, акриловой пудрой или стандартной акриловой системой. В таком случае он получается неподвижен, за счет чего гель-лак не скалывается. Но, конечно, для каждого типа ногтей будет определенный способ укрепления. Если одному подходит укрепление акригелем, то это далеко не значит, что он подойдет другому такому же клиенту. Возможно, наоборот, акригель будет скалываться и так далее. Поэтому, когда приходит клиент, я вам рекомендую ему сказать следующее, что я, как мастер, со своей стороны постараюсь сделать все возможное для того, чтобы покрытие у вас максимально хорошо держалось. И я рассчитываю на долгосрочную работу вместе с вами. Мы будем тестировать и пробовать различные материалы до тех пор, пока не подберем оптимальный. Потому что часто после одного неудачного случая выполнения маникюра, когда у клиента все скололось, он просто больше не приходит к этому мастеру. И это, кстати, одна из причин, по которой вы очень часто теряете клиентов. Мне всегда очень обидно, поэтому обязательно говорим клиентам о том, что мы готовы с ними работать на долгосрочной перспективе. И со своей стороны будем делать все максимально для того, чтобы у них прекрасно держалось, подбирать материалы. Потому что искать нового клиента гораздо труднее, время затратнее и дороже, чем работать с постоянным. Я думаю, вы со мной согласитесь. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Ну а мы с вами выполнили подготовку ногтевой пластины и приступаем к покрытию. У меня сегодня на обзоре новая посылка от компании Nell Republic. Я на самом деле уже знакома с этими материалами. Пробовала их цвета, достаточно плотные. А сегодня у меня вся линейка. И сначала будем с вами носить праймер для того, чтобы улучшить сцепку. Кстати говоря, если ногтевая пластина хорошая, как в данном случае, то можно обойтись и без праймера. При условии, что если базы имеют хорошую сцепку. Но если вдруг ногти опять же тонкие, перепиленные, истонченные, то без праймера не обойтись. Он будет делать сцепку еще лучше. Поскольку в дальнейшем будем выполнять укрепление твердым материалом, перед этим наносим тонкую подложку и с прозрачной пластичной базой. Она у нас выступает таким скотчем, улучшая носибельность между натуральной ногтевой пластиной и искусственным материалом. Укрепление будем выполнять при помощи акригеля. Почему решила выполнять именно такое укрепление, а не покрытие обычным гель-лаком базой? Нужно понимать, что сейчас уже длина свободного края большая, не такая, как была 7 недель назад. На тот момент ногти были средние по длине, и покрытие базой было допустимо. Сейчас же, поскольку ногти отросли, лучше их укрепить. Также мы видим, что многие ногти скрутились или растут в сторону, как средние. И необходимо это исправить. Но чисто с эстетической точки зрения. То есть, да, можно было подобрать более твердую базу, и наверняка на ее ногтях она бы прекрасно держалась без сколов. Но для того, чтобы восстановить углы, параллели, мы, конечно, будем использовать акригель. Им буду укреплять только свободный край. Наношу акригель от середины ногтевой пластины. Вытягиваю сразу по воздуху боковые стенки и отсутствующие уголки. Средний ноготь растет в сторону, поэтому больше материала выкладываю с правой стороны, чтобы сформировать стеночку. Такое укрепление можно выполнять сразу на нескольких ногтях, поскольку акригель так сильно не растекается. Теперь снимаем липкий слой, обезжириваем и придаем форму. На самом деле, можно было опиливать и в самом конце, можно и сейчас. Тут уже смотрите по обстоятельствам и по будущему задуманному дизайну. Опиливаю не только свободный край боковые стенки, а также сглаживаю поверхность, чтобы проще выполнить выравнивание базами. Придавая четкости свободному краю. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Как правило, после такого укрепления можно увидеть некую толщину, если посмотреть в торец. Особенно по боковым сторонам, потому что ноготь скручивался, а мы делали стенки более ровными. Поэтому логично, что появляется эта толщина. Поэтому ее необходимо убрать, так как ленту она будет просто мешать. Для этого буду использовать твердосплавную насадку, ту, которой снимали покрытие. Смотрю в торец, делаю толщину торца около 1 мм. У нас в дальнейшем будет еще выравнивание камуфлирующей базой, прозрачной и покрытие топом. Поэтому толщина будет около 1 мм. Если сделать толщину торца толще, то возможно он будет перевешивать и как раз таки могут появиться трещины под точком в роста. Все, теперь наши ногти четкие, можем обезжиривать. Кстати, на указательном я не выполняла укрепление, потому что он и так ровный. Убираем пыль и уже будем наносить блеск. Вот такие от Nail Republic потрясающие блестки. На самом деле их использовала перед Новым Годом не один раз. Мне кажется, перед праздниками это самый актуальный набор мастера. Все, что блестящее, искрится, сияет. Все это вот нужно перед Новым Годом именно. Так как блестки на прозрачной основе, просушиваю фонариком для того, чтобы быстро схватился материал и не отправлять его в лампу. И затем уже просушиваем полностью 30 секунд в лампе. Теперь будем выполнять небольшое укрепление при помощи камуфлирующей базы. В моем случае она с красивым мелким шиммером. И в целом блестки, которые у кутикулы, смотрятся актуально с теми блестками, которые на свободном крае. То есть дизайн получился в меру ярким, в меру праздничным, не вычурным. То есть вот эти блестки, которые около кутикулы, они у нас будут приглушены базой, а не ярко на поверхности. Поэтому получилось очень нежно, я считаю, и актуально, трендово. Наношу базу совсем в минимальном количестве, особенно на свободном крае. Помним, что толщину мы уже сделали при помощи акригеля. Только буквально, чтобы закамуфлировать кончик ногтя и чтобы там появились блестки базы. После этого нужно достроить архитектуру, потому что сейчас недостаточно материала на Апексе. Базу камуфлирующую я наносила чуть ниже от кутикулы, для того, чтобы не перекрыть полностью блестки. Если выполнить покрытие просто топом, то, скорее всего, будет недостаточно материала в зоне Апекса. И они визуально будут выглядеть трамплинообразными. Совсем небольшое количество базы ставим у кутикулы и растушевываем на нет, помогая тонкой кисточкой, чтобы сделать покрытие более ровным. И теперь уже наносим топ без липкого слоя. И такой результат у нас получается. Как вам результат? Нравится? Ставьте пальчик вверх. Кстати, у меня на канале есть много видео, в которых я рассказываю, как же все-таки добиться стопроцентной носибельности гель-лака без сколов. Смотрите их на моем канале. Ну, а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok